Я старший преподаватель кафедры ботаники и экологии растений в нашем обморозном университете. На самом деле к ботанике я почти не имею никакого отношения, я микробиолог. Так что поэтому немного с генетикой, чуть-чуть, я знакома, будем говорить. И поэтому очень хочется сегодня затруднить такую действительно тему, очень актуальную, как генно-модифицированный организм. На самом деле, давайте с вами немножко поразмыслим. У вас стоят перед вами на прилавке два вида консервов. Горосик зелёный генномодифицированный и горошик зелёный негенно-модифицированный. Причём генномодифицированный горошик стоит в два раза дешевле, чем негенно-модифицированный. Такой вы купите? Может, ты можешь? Может, ты можешь купить? Может, давайте, вот, сто процентов, те, кто сказали, это биологи. Кто не биологи, давайте посмотрим, что вы пройдете мимо этого ГМО, что вы горошковый, вот, точно, сто процентов. И пойдете покупать тот, который не содержит генномодифицированных организмов. А, скорее тот, который вкуснее. А откуда, вы знаете, какой вкуснее? Придется пробовать. Тогда вам придется купить подарочка, чтобы в следующий раз знать, где платить больше или меньше, на самом деле. Ну, хорошо, давайте мы с вами в таком случае размыслим, что такое ГМО. Ведь мы относительно недавно услышали эту атрибературу. Уже 20 лет, как она устойчиво крутится по миру, а журналисты говорят, что журналисты здорово зарабатывают на этой армии. Этрибература, всего на трех буквах ГМО. Давайте посмотрим, какие старшилки они нам обычно предлагают. Наверное, мы уже это видели. Какие-нибудь яблоки действительно публической формы, огурцы, у которых вырастают руки-ноги или там конечности как у лягушек и так далее. А уж как ГМО делается, почему-то всем кажется, что действительно вот так. Взяли шприц, что-нибудь оттаскнули, завели в томат какой-нибудь или еще во что-нибудь и получили генно-модифицированный организм. Представляете, шприцом вот горошки те же самые, да? Каждый горошек по шприцу. Это же, ну да, конечно. Но тем не менее, вы даже не представляете, что генно-модифицированные организмы вы едите уже давно-давно. И человечество ест его уже миллионы, ну тысячелетия. Давайте посмотрим, что ж мы с вами едим. Вот он, наш старый-старый предок капусты. Дикая капуста, из которой получились, посмотрите, какие и брусельская, и качанная, и кальрави, и савойская капуста. Результат селекции, результат различных скрещиваний. А что без скрещиваний? Конечно, постоянно перекрещиваются гены. То есть в новом организме появляются гены от одного предка и от другого предка. Чем не генная модификация? Между прочим, вот эти споры ГМО так далеко зашли, что уже ученые, которые ими занимаются, вздыхают, говоря, Господи, такое ощущение, что у растений нет ГМО, у них нет генов. А вот ГМО, вот у них гены первый раз появились. И на самом деле, когда говорят, геномодифицированные растения, мы их едим, вот эта вот модификация, новые гены, они могут встраиваться в наш геном. А что? А когда мы едим вот те же капусты, негеномодифицированные, а почему от них ничего не встраивается в наш геном? У нас с вами около килограмма 400 с чем-то видов бактерий обитают в кишечнике. У каждого свой генотип. Они время от времени перевариваются, гены выходят наружу. Почему тогда у нас с вами нет генов бифидобактерий? Почему мы с вами не становимся прокариотами? Где вы появились? Ну, вы. Почему вы нет? Вы пьете кефир. А уж бактерии, вот в кефире, мы с вами совершенно не можем контролировать этот процесс. Говорят, что у бактерий мутации протекают на 10 в 9 где-то клеток, одна клетка мутанка. А в вашем кефире, который вы пьете на ночь, в 1 мл 10 в 9 степени клеток, то есть пол-литра кефира, 500 мутантов, вполне какие-то бактерии переносят плазмиды в другие, тоже в генно-модифицированные организмы. А вы знаете, что без генно-модифицированных организмов бедные люди, инсулин-зависимые диабетики, просто жить бы не могли. Потому что раньше, когда еще не было генно-модифицированных организмов, из свиней получали инсулин. Этот инсулин, как бы его ни очищали, он все равно имел свои примеси. И вроде бы свинья, это, наверное, вы знаете, самый приближенный нам организм, но все равно побочные эффекты были очень большие. Пока они научились, ген человеческий, отвечающий за синтез инсулина, встраивать в эшерихию поли и получать этот инсулин в больших количествах, без примесей, очищать его легко, и все эти больные диабетики не получают никаких побочных эффектов. Стоит ли бояться генной квадрификации? Не знаю. Очень трудно сказать. Еще давайте посмотрим следующие кадры. Вот тоже. Посмотрите, слева это дикие предки культурных растений. Кукуруза та же самая. Боже мой, ее сейчас узнать нельзя. Там початочек вот такой. И вспомните, даже у нас сейчас, в наших широтах, никогда таких еще початочек не было, как сейчас еще умудряются выращивать. Это все, конечно, селекция. Это все скрещивание. Но опять-таки, это шмолые гены. Это гены модифицированной организмы. Вы понимаете, что у древних предков какие-то гены нарушились? И они стали более культурными. Там бывает такое, что один ген перестал работать, и он за собой понес просто каскад изменений в других генах. 30% генов, бывает, совершенно изменились. И в культурном растении их либо нет, либо они стали по-другому работать. Те же самые томаты. Вы понимаете, что действительно дикие томаты, по сравнению с теми, которые вы срываете даже в наших широтах, с кустах, они очень маленькие. И посмотрите, какие культурные томаты вы выращиваете. В повод кричать каким-нибудь неандертальцам, оскарик было, на самом деле. Поэтому даже сами, вот опять-таки, вероятно, что говорят, что когда мы проводим селекцию или проводим скрещивание, мы даже не знаем, какие гены перешли в новое растение. 30% генов, мы вообще не знаем, как будут работать, как они вообще будут себя там вести. Когда производят геномодифицированные растения, обычно берут конкретный ген, и именно один единственный ген вводят в клетки растений. То есть, точно знают, что, какой признак, не сцеплены ни с чем, какой признак будет у нового растения. Получается, что геномодифицированные растения все-таки более даже получаются безопасные, чем растения, полученные путем скрещивания, путем селекции. Причем, наверное, вы слышали, из каких только частей тела у всех там тараканов, пауков, мышей, я не знаю, холодовстойчивых рыб получают якобы эти гены. На самом деле гены либо бактериальные, либо гены из других растений вводят в геномодифицированные растения. Никаких человеческих генов нет. Растения пока разговаривать, наверное, не смогут. Никаких животных генов тоже нет. Но в то же время говорят, ну хорошо, даже если были бы эти гены, что вы боитесь? Один ген из тараканов. И начинается, кошерная будет губника или не кошерная. Вот на самом деле. Между прочим, я недавно увидела очень хорошую вещь. Евреи говорят, что признали, что генно-модифицированные растения являются кошерными. Да. Католики признают генно-модифицированные растения, но почему-то общественность во главе с журналистами. Но я понимаю, что поле-то не маханное, хорошо можно заработать. Причина о том, что это просто страшно. И действительно, мы же не знаем, к чему повлекут, какие будут последствия потребления вот таких генно-модифицированных растений. А между тем, генно-модифицированные растения встречаются и в природе сплошь и рядом. Давайте посмотрим. корольчатые галлы. А следующую можно? А, следующую. А еще. И еще. И еще. И еще. Вот. Давайте посмотрим сюда. Корольчатые галлы. Вот наверняка, даже не ботаники, гуляя по лесу, видели, что есть такое на растениях. Никогда не видели у растений корольчатые галлы. Я у нас в лесу гуляю, то на елках что-нибудь такое вижу. Постоянно. Бородавчатый, бурый нарост никогда не видели. Либо на основании ствола, либо на корнях. И болезнь подвержена действительно многие двудольные растения. А для этого всего лишь вот такая вот бактерия... Нет, нет, еще. Вышли. Вышли. Ага. Агробактериум тумифациенс. Она имеется в любой почве. Если в растениях повреждены стебли около земли, бактерия может вполне туда попасть. У нее есть своя собственная ДНК. Это она сама знает, для чего ей все нужно. Тут жизненно важны гены. Но есть у нее плазмида. Так называемая тип плазмида. И вот благодаря этой плазмиде и происходят вот эти корольчатые галлы. Здесь имеются гены, которые ответственны за синтез ракообразующих опухолевых клеток у растения. И растение начинает синтезировать вещества, тем более... То есть начинает синтезировать вещества, которые полезны для этой агробактерии. То есть агробактерия использует его в своих целях. Живет, как в пятизвездочном отеле. Растение такое, конечно, больным является. И его использовать нельзя. Но в целях получения генномодифицированных растений эту бактерию все-таки используют. Саму бактерию, конечно, не используют. Вы что, разве можно получать онкологические растения? А используют вот эту вот плазмиду небольшую. Из нее вырезают гены, ответственные за онкологию. И оставляют только гены, которые могут встроиться в геном растения. И сюда же в эту плазмиду в ней можно вставить любой какой-нибудь ген, который вас интересует. Например, корозоустойчивость, устойчивость к вредителям и так далее. Вот такие вот хитрые бактерии, но я всегда говорю, человек ушло в существо. Оно всегда находит, как использовать бактерии себе на пользу. Но это, конечно, не единственный метод доставки генов в сами растения. Можно гены еще доставлять не только с помощью бактерий. Давайте посмотрим. Немножко, да, можете поделать. То есть это использование диплозоидов, то, что мы с вами говорили. И еще бомбардировка микрочастиц. Представляете, используют частицы вольфрамовые или золотые, вот таким небольшим диаметром до 1,2 мкм. На них сортируют ДНК и с помощью газовой пушки направляют в растения. Например, вот так. Так как частиц очень много, достаточно много ДНК попадает в растения и можно получить геноводифицированные клетки. Какие клетки используют? Давайте мы с вами посмотрим. Либо это суспензия растительных клеток, либо милистоматические ткани, либо культура клеток. То есть редко, конечно, используются так, как я вам показала на предыдущем. Редко, когда газовой пушкой прямо по листам идет. Но, тем не менее, представляете, скорость вылета частиц здесь очень высокая. Практически цитоплазматическая мембрана никак не... Цитоплазматическая мембрана не нарушается. Она просто из-за высокой скорости чуть-чуть подвигается. Частицы вылетают к цитоплазматскому, и снова мембрана, целостность ее не нарушается. Метод считается очень легким. И достаточно таким хорошим методом. Хорошие получаются генномодифицированные растения. Давайте посмотрим с вами, какие растения сейчас, на данный момент, являются генномодифицированными. Просто если вы увидите, например, на том же яблочном пюре без ГМО, вы еще можете сказать, ну да, наверное, без ГМО. Но если вы купите, допустим, сливовое пюре, и там будет написано без ГМО, вы можете не читать. ГМО, без ГМО, нету пока генномодифицированных слив. И пугаться не надо. Если, конечно, вас это беспокоит. Посмотрите, вроде бы много растений, которые стали генномодифицированными, и в то же время еще нет. Еще не все охватили генномодифицированными растениями. И для вас, скажите мне, пожалуйста, как вы себе представляете генномодифицированное растение? Что у него поменялось? Если он выглядит как скосовый человеком, то, соответственно, органы, то и нужный человек углевает плоды. То есть? У него есть плоды большего размера. Большего размера. Хотя это бывает очень редко, кстати, генномодифицированных растений. Что еще, как вы думаете? Устойчивость к климатическим условиям. Допустим, к холоду, холодоустойчивость. Устойчивость к вредителям. Устойчивость, люди, у которых есть огород, наверное, поймут. Устойчивость к гербицидам. То есть, не даром бить гербициды за месяц, что ли, до того, как посеять основную культуру, вносят в почву, для того, чтобы бить сорняки. Если их носить вместе с посевом растений культурных, то эти гербициды, они и на культурные растения будут действовать, и на сорняки. Если растение устойчиво у вас к гербицидам, то у вас просто можно постоянно вносить эти гербициды, сорняки будут погибать, а растения будут расти сами по себе, по-хорошему. Что еще может быть? Устойчивость к насекомым. И тут, вот опять, обыватели, если они скажут устойчивость к насекомым, тоже представят себе, наверное, что растение устойчиво абсолютно ко всем насекомым. Скандал целый был по этому поводу в Америке. Есть такая там бабочка-монах, которая, что-то там такое, 700 километров пролетает весной, чтобы яйца отложить в Канаде. И питается на кукурузных полях пыльцой. И в какой-то момент массовый морд просто напал на этих монахов. А монах у них охраняемая бабочка. И, конечно, начался просто среди зеленых особенно начался крик о том, что это были поля с генномодифицированной кукурузой. И все. Из-за этой генномодифицированной кукурузы наши бабочки гибнут. Потому что явно наша кукуруза имела гены устойчивости к насекомым. Провели расследование. Оказалось, что в пыльце никогда эти гены и не находились. То есть в пыльце и не находятся вот эти вот инсектициды, которые убили бабочку-монаха. А когда более такие реальные расследования провели, оказалось, что там просто на этом поле было много инсектицидов химических рассыпано. И что бабочка-монаха от этого гибла. От химических инсектицидов. А не от генномодифицированной кукурузы. Но, тем не менее, раз все это проникло в общественность, то само поле, конечно, пришлось уничтожать. Это в Америке делается, кстати, очень быстро и потрясающе просто. Тоже была такая одна очень интересная у них история. Выращивали соль для корма на прокорм скоту. В соль ввели белок, который является аллергеном для определенных людей. Не для всех, а у определенных людей вызывает аллергию. Что же произошло? Кто-то узнал об этом. И кто-то просто бросил такую реплику, ну, мутку фактически, что эта соль попала на привавки магазинов продовольствия. И началось, начались звонки. Люди стали говорить, кричать о том, что у них появились аллергические реакции. Может, даже эти люди никогда соль-то там не покупали. Закончилось все тем, что нужно вообще-то как-то успокаивать народ. Как успокаивать народ? Изъять всю партию соль и ее не только сельскохозяйственным животным, не только не реализовывать в магазинах, чего не было, но даже сельскохозяйственным животным уже не реализовывать. Долго он снова попадет в магазины. Ну, пекутся там, конечно, обладают своих людей. У нас, кстати, нету законов ни в ту, ни в другую сторону. Нам нельзя заниматься другое. И в то же время нету запрета на то, чтобы заниматься геномодифицированными растениями. Россия у нас, пока вот молчит, не знает, в какую сторону двинуться. Хотя кто-то из наших же ботаников говорил такую не очень хорошую вещь, что для нас геномодифицированные растения это все равно, что Мерседес на сельских дорогах. То есть у него есть двигатель мощный, великолепный, но этот двигатель ему не поможет, потому что на сельских дорогах спорт не развить. И тут говорят, что нам надо сельское хозяйство модернизировать так, чтобы какой-то порядок в нем был. Если даже мы будем выращивать растения, устойчивые к герпицидам, к насекомым и так далее, что вполне возможно, что нам не поможет. Потому что нам надо будет как-то с нашими площадями решать проблемы с нашими фермерами и с нашим законодательством сельским, конечно. Ну что, давайте мы с вами все-таки посмотрим, какие бывают генномодифицированные растения. Устойчивость к насекомым. А вы знаете, ни одно растение еще не создано, которое было бы устойчиво ко всем абсолютно насекомым. Во-первых, не всегда удается в больших количествах продуцировать инсектициды. А во-вторых, ну в природе нет такого растения, ну где возьмут гены, чтобы растения ко всем были устойчивыми насекомым. Нет в природе растения, которого бы против всех продуцировали инсектициды. Поэтому, когда создают ГЛО такой вот устойчивым насекомым, учитывают реальные возможности, что кого на поле больше, каких-нибудь там долгоносиков или еще каких-нибудь других страшных насекомых, там личинки, совки и так далее. Посмотрите, даже тут я вам привела несколько токсинов, которые против определенных насекомых действий. И если вы посмотрите здесь, здесь не увидите ни одного гена, который бы был от животных, от человека. бацилюстулингиенсис, это бактерии, гигна китайская, это растения, ну, картофель, фасоль, вас тоже вы тоже с ними хорошо знакомы. Бацилюстулингиенсис, вы знаете, уже 200 лет ее используют для наркозных сухопных, но пока не было генной инженерии, методом генной инженерии, ее использовать было очень трудно. Она выделяет токсин, но токсин вырабатывается внутри бактерий, то есть насекомые должны съесть эти бактерии, чтобы они распались в кишечнике, и токсины тогда уже будут действовать на насекомых. Пытались сначала эти токсины выделять и распылять над полями. Не очень хорошо получилось, насекомые на токсины не натыкаются. Потом выращивали сами бацилы, тоже распыляли над полями, но тоже как-то не переживался этот метод. А сейчас берут ген, ответственную за синтез этого токсина, вводят в растения и получают растения, которые сами выделяют инсектиции. Тут наверное то же самое я могу сказать, что все эти протеазы, протеиназы они получаются кодируются и в синтез генами, и эти гены встраиваются в разные растения. Давайте посмотрим быстрее дальше. Устойчивость гербицида. Тоже посмотрите, из кишечной палочки в основном хорошо себя показал в табаке, петруне, томате, картофеле, хлопке. Это кишечная палочка у нас постоянно объект такой генной инженерии. Я вам уже говорила, что эта кишечная палочка как раз благодаря ей мы получаем инсулины например для человека. То есть ничего абсолютно страшного я здесь не вижу. Устойчивость к грибам и бактериям. Тоже есть такие растения, которые необходимы быть устойчивыми к грибам и бактериям. Кто имеет дачу прекрасно знает, что это большой бич бактериальной инфекции, грибные инфекции. И тоже посмотрите бактериофали или вводятся гены ответственные за производство хитиназы. Тоже бактериальные гены. Ну бактериофаг это конечно вирус, но вирус бактерии. Посмотрим давайте быстренько еще что есть. Что еще возможно? Противостояние немного приятным условиям и старению. Помните наверное что очень часто у нас все время говорят ешьте антиоксиданты они отдаляют старение. Действительно больше с вами сложные организмы. Весь мир стремится к хаосу и тут на фоне хаоса такие возникают сложные существа как биологические объекты. И вы же прекрасно знаете пока биологический объект жив он вынужден есть чтобы получать энергию и эта энергия нужна не только для построения всяких клеточных структур но и для того чтобы их поддерживать иначе если их не поддерживать они деградируют они разлагаются и здесь посмотрите что делается супероксид дисплутаза хороший антиоксидант увеличивает устойчивость к активным формам кислорода активные формы кислорода они как раз что делают они сложные наши структуры окисляют и действительно мы потихоньку деградируем потихоньку стареем то есть что получается концентрация супероксид дисплутаза увеличена растениям дается все-таки продление какой-то молодости высокая концентрация супероксид дисплутаза позволяет длительно сохранять срезанные цветы то есть здесь ничего особо такого нету в том что цветы к нам перекосится из Таланда еще откуда не будет супероксид дисплутаза вы знаете небольшой гет ответственный за ее синтез и уже представляете как здорово что мы с вами зимой розы из Гаванисты получали это же очень здорово устойчивость к сырьевому стрессу ну и конечно срочка созревания американцы первый раз использовали на томатах помните наверное это еще в школе на руках химии учат что на овощных базах этилен используют для того чтобы созревали быстрее овощи которые туда приходят или фрукты которые туда приходят недозрелые а тут наоборот чтобы этилена растения выделяли поменьше то есть входят такие гены чтобы растения меньше синтезировали этилен следовательно они будут дольше созревать и следовательно транспортировкой будет возможно более долгий более долгий транспортировки мы же не даром когда зеленая помидора срывается это у нас грузин красный сорвали а здесь все-таки такая погода уже не дает вам долго держать но там был еще очень интересный объект петуньи видели наверное боже каких только петуньи я страшно не люблю этот цветок но каких только петуньи сейчас не существует у нас 10 лет октября пройдите чего только не увидите между прочим именно генномодифицированные растения там изменяется окраска цветов а в 2009 году японцы посмотрите создали они говорят голубые розы правда честно говоря на мой вкус неприятная тема но тем не менее это генномодифицированные розы как получаются разные оттенки наверное вы представляете вы же знаете что цветы бывают разных оттенков разных цветов просто берут гены которые выделяют вот эти эти краски и эти гены когда краски выделяются они уже просто перемешиваются в разной пропорции и получаются разного цвета цветы тоже фактически для гмо получается не только для еды но и для каких-то эстетических целей но все-таки самое интересное гмо которое для меня существует последнее время это гено которое вирхуцки получили 2014 год получили тополь который растет в два-три раза быстрее чем обычный тополь дамы и господа не знают для чего нужен это единственное наверное на моей памяти гено которое я вообще не понимаю для чего оно нужно чтобы зеленое захождение делать для дорог не приведи господь это уж когда он начинает пылить своими возможно это просто обработали какую-то технологию которая разболится и другие растения отстраивать они будут так же быстрее снижать они конечно имеют ввиду им тополь действительно нужен мы сказали для отрождения и так далее тем более я все понимаю два-три раза быстрее растет чем обычный тополя вы посмотрите где его вывели в Иркутске там все-таки это даже не такое как у нас с вами все понятно для чего это нужно но сам тополь как городское растение для меня это просто ужас какой и поэтому я не понимаю почему они схватились за тополь и почему они сделали это растение можно еще очень быстренько пробежаться если вы мне позволите какие еще растения бывают например изменение вкуса синтез белка который в сто тысяч раз слаще сахарозы ну как проверяли наверное вы понимаете да не понимаете как можно узнать что павлю сто тысяч раз миллион раз вообще разбодряли просто конечно когда при разбавлении вы уже не чувствуете сахарозы этот белок еще продолжает давать сладкую привкус воде этот белок кстати из африканского растения я говорю вам я не вода поэтому я вам не скажу что это за растение но из африканского растения вы нигде ни у животных ни у человека такого белка не встретите я это опять говорю потому что генномодифицированные растения обычно содержат либо гены бактерий либо гены других растений что будет дальше я в принципе представляю потому что потому что за генномодифицированными растениями на уровне все-таки будущее эти растения нам нужны потому что как недавно где-то тоже хорошую вещь прочитала население земли катастрофически уменьшается за сколько там за 200 лет катастрофически уменьшилось с 4 до 7 миллиардов действительно если мы так будем уменьшаться и дальше нам у нас корни будет нечем поэтому растения такие нам конечно нужны спасибо за внимание сейчас у нас есть несколько минут на вопрос если они возникли я не пишу я не пишу есть вопросов а вы сказали что выращивать оркологические растения это плохо и поэтому из теплозминды в соответствующие участки вырезаем вопрос почему это плохо это плохо для самого растения это не для нас это плохо для самого оно само больное становится эти опухоли они не дают уже ему развиваться а еще можно вопрос ладно например методы геномодификации но я слышал что на ранних этапах где-то в начале двадцатого века то есть вообще использовались методы радиация растения то есть мы как раз вот это едим и не подмечаемся хотя это еще во много раз получается вреднее и хуже вы знаете генная инженерия она действительно стала чем хороша что мы конкретно ген а то что вы говорите это были методы когда пытались мутациями понести изменения в ген давайте я вам более близкую себе тему скажу ладно быстренько расскажу например это иницилин получили получили его из гриба пеницилла и американцы занялись его производством им нужно было повысить производительность этого гриба как получить понимают что что-то там с генами нужно делать это сороковые годы и они стали именно мутациями мутации провозить на грибы например утрофиолетов воздействовали так посмотрели вот эта колония стала больше продуцировать антибиотика берут его на него радиации воздействуют так вот из них вот из этих 100 колоний вот эта колония стала лучше продуцировать антибиотик возьмем его химические реагенты на них тоже воздействовали ими то есть для нас никакого тут нету никакой опасности в основном вот эти все методы они идут на изменение генома самого вот этого объекта и действительно это было хуже чем методоген для инженерии когда вы конкретный ген устраиваете это одно а когда вы воздействуете радиацией ультрафиолетов химическими мутагенами причем вы никогда не знаете получите вы искомленный результат или нет вот это вот получение пеницерина это всегда приводится как самый лучший результат вот этих всех мутаций за 10 лет выставляете за 10 лет в 400 раз увеличили продукцию антибиотика но ведь 10 лет прошло сколько они делали этих мутаций чтобы что-то получить представляете вы радиации воздействовали и вы видите что мутации пошли не в том направлении в котором вам надо вы возвращаетесь назад к тому что оставляли до этой мутации с ними проводите какие-то другие мутации это был абсолютно него когда но для человека он был в принципе без обидия и на человеке же проводили почему не срабатывают какие-то естественные механизмы репарации генка у организмов которые играются геномодификация дело в том что видите механизмы репарации тогда срабатывают когда чужеродные гены абсолютно работаются а тут человек очень хитро поступил в случае например с шрихей коль когда рассказывала что туда чужеродные гены вводятся берут ее плазмиду и в плазмиду вставляют генку а в случае с растениями видите например та же агробактерия они не узнают их ферменты не узнают плазмиду вот этой бактерии бактерия спокойно встраиваются в геном растения и тот человек опять хитро поступил он берет эту плазмиду которого растения не узнают и встраивает туда гены то есть плазмиду как родни принимают и поэтому механизмы репарации не да это потрясающе знаете в 72 году открыли вот эти гены на самом деле очень интересная область науки да можно ли использовать семена отдельного инфицированного растения для воспроизводства культуры а почему нет а вы имеете ввиду знаете говорят что нет потому что говорят что это невозможно да что в семенах не будет терпенов которые вели культуру ткани например но с другой стороны те же сторонники говорят что фермерам это на руку потому что допустим они когда хранят семена где-то процентов 20 семян у нее все равно теряется а тут если фермеры в Америке в принципе идут на то чтобы каждый год покупать новые семена это я слышала а почему нет почему потому что они становятся зависимыми от операций которые продают в но они весьма могут покупать модифицированные и садить что-либо другого они уже становятся полностью 100% зависимы от каких-то инвестиций вы так думаете может быть украшен перейдя на агент инфицированные растения утрачены традиционные семена и традиционные растения нам же это невозможно вернуться назад послушайте ну это всего лишь там соя кукуруза а что-нибудь другое например те же тыквы и кабачки я не думаю что утрачены америка не мы она не закрытая страна я не думаю что так просто могут закрыться и не найти никаких семян нигде кроме этих корпораций они свободнее нас к счастью к сожалению не знаю еще вопросы время уже наверное следующий ректор можно еще два слова быстренько скажу и все имейте ввиду что я за генно-модифицированные растения чисто как как биолог как человек в этой профессии а так к генно-модифицированным растениям я не имею никакого отношения у меня сидят студенты и не знают чем я занимаюсь у нас в университете спасибо за внимание аплодифицированным